Продолжение следует... Сказать, как мы приехали в 1953 году, да? Приехали в Поленово, а участок это выделили гидропроекту для детского лагеря, пионерского. И вот приехали мы туда, чисто поле, ничего нет, стоит одна школа деревенская с печным отоплением. Ну и вот там водонапорная башня была, вода была. Ну и постепенно стали строить бараки. Барак построили для детей, для отряда. И потом привезли палатки солдатские на 20 человек. Там помещалось 20 кроватей. С правой стороны, с левой стороны кроватки. И вот эти вот палатки трехслойные мы сами натягивали. Вот это комсомольцы приезжали. Мы же все техниками работали в гидропроекте. И нас с комитета комсомола нас вот туда и отобрали. Мы приехали и стали ставить эти палатки. Полы деревянные там. И натягивали так на вот этот вот, на остов натягивали мы вот эти палатки. Три палатки у нас было. Вот там дети спали. Вот. А уже в 1954 году приехали уже и дети. Мы сначала ехали автобусом. Доезжали до Серпухова. Там спускались какие. И на пароходике мы ехали до пристани Поленова. С Поленова в пристани выходили. Шли мимо деревни Бехова и вот к пионерскому лагерю. Там уже было все готово. Конечно, у нас клуба не было. Столовая тоже деревянная такая была. Длинные столы. И один длинный стол. И лавки с двух сторон. И ребятишки туда садились. Для отряда был целый один стол. А вожатые с торца сидели. Мы сами разливали им эту еду. Раскладывали все. В общем, вот так у нас проходило. Завтрак проходил, обед и ужин. Всегда ходили в столовую с троем. Обязательно. Был горн. У нас горн был. Мальчик давал горн. Вот фамилия его даже помню. Бахтин такой. Он давал горн на обед. Мы все строились. И строим, шли. И занимали свои места в столовой. Покушали, собирали все. И у нас отходов никаких не было в столовой. Никаких. Потому что все поедалось. Сдавали мы посуду. Посуду тоже мыли все вручную. Никаких у нас посудомоечных не было механизмов. А потом, как по плану, шли мы или в лес гулять, или же какие-то мероприятия у нас были физкультурные. В футболы ребятишки играли. И часы обязательно были трудовые. У нас у каждого отряда была грядочка, была клумбочка. И мы на грядке сажали редиску, там укропчик. А потом Миронов, у нас хозяйственник, он привез саженцы. Яблоней, потом кусты, смородины. И мы с детьми ходили в сад. Вот сейчас он разросся. Он сколько ему лет? Наверное, лет 50 уже больше. Ну да, 56-го сколько? Очень много лет уже. И там вот первые вот эти саженцы сажали мы все с детьми. Ну, нам говорили, как, чего сажать. И мы вот сад, помню, мы сад сажали. Теперь, как начинался день? День обязательно начинался с зарядки. Ребятишки все убегали до зарядки. По-моему, тогда вот это футбольное, вот это как сейчас футбольное поле, по-моему, там так было поле, мы там и занимались зарядкой. Сейчас трудно как-то мне сориентироваться, даже, где какие были строения-то. Вот, после зарядки горн подавали на линейку. На линейку быстро дети одевались уже черный низ, белый верх, галстук. Это пионеры. А маленькие октябрята, у них был значок такой, звездочка была на беленькой рубашечке. И вот мы все бежали на линейку. В каждом отряде были звенья. И звеньевой издавал рапорт председателю отряда, сколько человек присутствует, сколько отсутствует. И потом председатель отряда сдавал рапорт старшей вожатой. Лилия Бухарева такая была. А старшая вожатая уже сдавала рапорт начальнику лагеря. Был Христофор Львович Карамурза у нас начальник. Очень хороший, строгий, но справедливый очень был человек. Потом, после линейки, сразу переодевались, галстуки снимали, форму снимали, надевали все рабочее. И опять в строй. Нас Гор называл на завтрак. Завтракали, убирали посуду за собой, давали посудомойки. Там была у нас тетя Поля такая. Она мыла посуду. И дежурные помогали. Ну вот, у нас каждую смену был выход в поход. Ходили в поход все. Все малыши тоже были, но малыши ходили без ночевки. Просто собирались, выходили в лес, ставили им палаточку, они там играли. А отряды постарше, там 10, 11, 12, 13 и 14-летние дети. Вот мы ходили в походы. Обязательно. Каждую смену, каждый отряд ходил в поход. Мы выходили из лагеря. Начальник лагеря нас провожал, говорил, как надо себя вести в походе. И мы брали с собой палатки четырехместные, колышки. Ставили, когда приходили на место, ставили палатку. И давали нам в поход сгущенное молоко, тушенку, крупу и ведро для чая, ведро для супа, ведро для каши. И все это мы варили на костре. Обед у нас был на костре. Вот сейчас будет. Ну вот, когда... Да, ходили мы на одну ночь только в поход. После похода... Да, во время... Мы шли вдоль берега Оки. И вот там было очень много палаток. Там в палатках в этих располагались художники. И иногда вот у нас оставалась тушенка, иногда останется там сгущенка, крупы немножечко. И мы вот этим художникам отдавали все излишки. Иногда кто-то был в палатке, иногда кого-то не было. Там были картины разложены. И, в общем, все было открыто. И так мы приходили, когда с похода нас встречали. Обязательно тот, кто оставался дежурный, оставались в лагере. Нас обязательно встречали с полевыми цветами. Ну вот, теперь что еще интересного? Да, вот интересно, я расскажу интересный случай, который был у нас во время выхода в поход. У нас был вожатый, физкультурник с нами ходил, и обязательно медсестра ходила. А перед походом, конечно, Христофор Львович, начальник лагеря, нам предупреждал всех идти всем затылочек, линеечкой, не выходить. Как только выйдет кто из строя, сразу его отправляем в лагерь обратно. И вот у меня был такой случай. Я шла последняя. Идут ребята. И вдруг из цепочки вырывается мальчик, ну лет 10-11, наверное, ему было, Вовка такой. И бежит к оке. Бежит к реке. У меня сердце оторвалось, я за ним бегу. И вы представляете, там, на берегу, около воды, барахтался маленький котеночек. Он схватил этого котенка, порежал и бежит. И вы представляете, когда, значит, подошли мы уже к ребятам, на него набросились, что все отправляем его в лагерь, он убежал, вышел из строя, это безобразие. Физкультурник набросился, медсестра тоже кричит все. И я говорю, я мальчика этого никогда в лагерь не отправлю. Он же спас котенка. Никто не заметил. Нас было 20 человек, и никто не услышал, что мяукает, и надо спасать котенка. Я вам этого, я против этого. Ну, в общем, добились. Я говорю, ребята, давайте вы все скажите, отправляем его в лагерь или не отправляем. Ребята все кричат. Нет, он котенка спас. И мы пошли дальше в поход. Ну, в общем, все этот инцидент был исчерпан. В общем, все поняли, что мальчик не побежал купаться, а побежал он с хорошими намерениями. Правильно? Вот. Теперь, что еще вам вспомнить, какой случай был? Чем больше случаев, тем больше. Да, вот случай был, вообще вопиющий случай был. Просто из ряда вон выходящий. Как раз был в тот день, когда Христофо Львович Карамурза уехал, меня оставили дежурный по лагерю. А правило было такое, что дежурный по лагерю, значит, выполняет все функции начальника лагеря. Проводит линейку утром, проводит линейку вечером. И на флаг вызывали детей хороших. Значит, флаг поднять, есть поднять. И бежит, говорили, вызывали кого поднять за хорошее поведение, чтобы он шел на флаг. И также на вечерней линейке тоже опускаем флаг. И вот как раз это был горн на обед. Все отряды построились на обед. Вдруг бежит ко мне вожатая с третьего отряда. И возмущенная такая говорит, вечером выговор надо сделать мальчику. Забыла я фамилию этого мальчика, не помню. Выговор, он меня оскорбил. Я говорю, ну хорошо, Лиза, мы разберемся, что у вас произошло. Я сейчас не могу ничего решать. Пока я не разберусь во всем, мы это дело решим. Он меня обозвал скотиной. Это Лиза кричит мне. Я говорю, успокойся, разберемся. Значит, в отряд пришла, спрашивала у ребят, как, что произошло. Все молчат. Никто ничего не говорит. И потом ко мне подошла деревенская девочка. Она у нас была уборщицей. Подошла ко мне и говорит, Люда, я всю картину видела. Как все это произошло. Значит, когда строились, значит, там равнение направо, там смирно. Смирно и по стойке, смирно. И Лиза, говорит, подошла к этому мальчишке, взяла его за плечо и говорит, что ты по стойке смирно, что ты, ты скотина, стоишь по стойке, не стоишь по стойке смирно. А он там комарик какого-то, значит, наверное, хлопнул или еще с такой повертелся. Ну, что 10-летнего мальчишки возьмешь. Ну, и вот, и у нее напарник был, испанец, он в гидропроекте, у нас тогда много испанцев было, в гидропроекте был напарник испанец. Он подошел, Лиза ему начала жаловаться. Вот он меня оскорбил, он подошел и дал ему такую, говорит, затрещину. По щеке ударил этого мальчика. Мальчишка выскочил из строя и убежал туда, где вот, куда-то убежал, на обед он не пришел. Вот она мне все это рассказала, я разобралась. И все, и она кричит, я его, в общем, он у меня в отряде не будет. Я говорю, ладно, он ко мне в отряд придет. Приехал вечером Христофор Львович Карамурза, я ему все рассказала. Мы собрали пецсовет на следующий день. У нас лагерь разделился, часть были на стороне вот этой вожатой Лизы, а часть на моей стороне были. И вот давайте решать, что делать. Я говорю, что Лизе и вот ее напарнику, вот этому испанцу, делать здесь нечего. Они не педагоги, не вожатые. И я считаю, что надо вообще их убрать. Ну, согласились. Карамурза Христофор Львович тоже согласился, что так нельзя делать. Ну, вот и вот такой был у нас случай. Много было всяких таких случаев. Ну, все так мирно проходило. И вот тогда с маленькими детьми ходили за земляникой как раз в то место, где сейчас вот расположена турбаза. Там столько было земляники, вы себе не представляете. И вот ходили за земляникой. Также у нас были походы за грибами, все дети, весь лагерь. Это в последнюю смену уже ходил за грибами. Набирали грибов, отдавали взрослым. Мы их проверяли все у нас это все. И врачи проверяли грибы, чистили. И у нас был грибной день. Делали грибной суп, варили, грибы жарили. И было вообще здорово. Грибов там было полно. Но очень много даже белых грибов. Сейчас весь лес, сейчас там меньше стало всего. А тогда было очень-очень всего много. Вот. И, собственно, дети, у нас как лагерь был он, как все равно, как трудовой лагерь был. Потому что очень много дети своими руками делали. Кружководов у нас не было. А пионеровожатые, ну, кто что умел, тот и делал. Ну, значит, у нас была беседка. Мы организовали такую беседку. Это у нас находился стол находок. Мы написали стол находок. У нас в основном маленькие вот эти октябрята. Они кто что потеряет, все находили. И приносили в эту беседку, в стол находов. И потом каждый приходил, находил свою вещь. И мы говорили, принесешь цветок и получишь свою вещь обратно. Вот. А теперь что? Да, большие девочки, 14-летние из первого отряда, они шефствовали над маленькими октябрятами. Нужно было дежурили в этой беседке. Кому надо было пуговку пришить, они пришивали. Кому надо было чего-то такое, какой-то ремонт сделать, подшить, что-то зашить. Вот. И потом мы там... Мы шили там тапочки из всяких, из лоскутков. Между прочим, вот я могу даже показать это. Тапочки, которые вот я их берегу, я их сама себе сшила. И вот детям мерили ножку и шили им тряпочные эти тапочки. Тоже было очень интересно. Ну и вот платочки вышивали. На платочках делали там из ниточки мулине, и делали розочки там, и обвязывали платочки. В общем, вожатые занимались, кто умел что-то делать, все это передавал детям. Ну вот. Что еще у нас интересного там было? Интересного, конечно, было очень много, потому что в основном мы трудились, делали гербарии мы. Вот растения собирали все, листочки и засушивали цветы и делали гербарии. Потом вот я с ребятами из бересты, мы делали всякие ведерки, делали чашечки из бересты. Вот бересту отрезали, и делали такие маленькие игрушечки. Потом у нас каждую смену у нас был карнавал. Мы организовывали карнавал. Конечно, одежды никакой не было, мальчишки в основном были все дикарями, они тут там себе вешали всякие листья на голову, и делали такие юбочки себе из растений. Вот раскрашивались там краской себе спины и руки. И у меня был напарник, вожатый, Саша Днепровский. Он архитектор был, и очень рисовал хорошо, и вообще мог что-то сделать. И мы решили с ним подготовить на карнавал такую сценку небольшую, Торо Адор. Мы сделали, вроде бы, чтобы бык был, и человек с красной тряпкой, чтобы его раздражал, и вот такой сделать спектакль. Мы сделали голову, голову вот этого вот быка, и надо было двоем, значит, на палке этого голову быка держали. Один, а второй уже держался за талией мальчик, и накрывали одеялом его, и получался вот такой бык. И вот такая сцена была. А однажды мы решили вечером подшутить над Карамурзой, над нашим начальником. У него маленькая избушка была, окно всегда светилось, он там что-то такое писал, что-то читал, а мы детей всех уложили, потихоньку все выползли, та же молодежь была, а что же нам по 20-25 лет было? Конечно, у нас никто, вот сколько я там работала, ни разу никто не курил, вообще курящих у нас не было, и о выпивке даже и говорить нечего. И вот мы потихоньку решили напугать Христофа Львовича. Он сидел там, чего-то пишет, мы, дети улеглись, уже темно. И вот я изображала Саши этого быка. Я держала вот эту голову быка, и вот эту голову просунули в окошко к Христофу Львовичу, и я замычала. И мы все скрылись. Смотрим Христофу Львович. Встал так, что это такое? Здесь уже коровы ходят. Ушел, пошел, привел сторожа, дядю Петю, и говорит, слушай-ка, Петя, здесь коровы ходят по участку. Христофу Львовичу, какие здесь коровы? У нас одна коза только, никаких коров нет. Да ты что? Только что, говорит, морда этой коровы, просунулась ко мне в окошко и замычала. Представляете, мы все в кустах лежим, мы не можем смеяться, у нас смех давит, мы все оживатые поджали. Ну ладно, ушел. Дядя Петя, нет, говорит Христофу Львович, это вам что-то причудилось, никого не было. И так до сих пор мы так и не сказали Христофу Львовичу, он так и не знал, что мы так вот подшутили. Вот такие у нас шутки были. Для вожатых, пока не записывайте, я тренироваться буду. Вот, вожатым самое основное, кто хочет идти в вожатые, только идти можно к вожатым, тем, кто любит детей. если ты хочешь туда идти только как твоя работа, нет, только если ты любишь детей, и если ты понимаешь их и разбираешься в их душе, в их психологии, только тому надо идти в вожатым. Нам двадцать пять плюс двадцать пять и даже больше, а вам, а вам намного меньше, но никто и никогда нас не выманет из общего гнезда. Такая установка республики Поленова была давным-давно дана. Не уходи, родное поколение, туда, где серый дым, где зелье льется, где нет гармонии души, сердце пусто, и мыслям нет полета. Не уходи, не уходи туда, владей наукой, и тебе республика Поленова поможет. Ее глаза, как два агата у Аркадия Львовича Соболева, как два рубина у Розалии Михайловны. Республика Поленова, нам ближе небо и ярче звезд полночных, она, как жизнь, удивительно и прекрасна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова